Не существует разницы, кто победит на эти выборы. Для нас это выбор граждан Франции. По итогам выборов будет сформирована новая команда, будут сформированы новые приоритеты Франции, в том числе сформулированы концепции отношений с Российской Федерацией. И мы будем работать с нашими французскими коллегами. Вопрос никогда российской стороной не поднимался относительно того, какой кандидат на каких выборах является для нас приоритетным, кого мы поддержим. Это не наш стиль. К сожалению, наши западные коллеги активно поддерживают до выборов кандидатов публично, в том числе и не публично, разными методами. Тем самым за граждан других стран, определяя, кто является более сильным кандидатом, у кого меньше шансов и так далее. Это не соответствует ни международному праву, в частности, уставу ООН. Это не соответствует демократическим принципам голосования и проведения выборов. Это, в принципе, можно назвать, даже доходит до прямого давления на избирателей, когда лидеры или главы внешнеполитических ведомств, или ведущие политики, которые действительно являются системообразующими в странах, предостерегают народы или граждан той или иной страны от голосования в пользу того или иного кандидата у них в стране, так как это приведет к серьезным осложнениям, к трудностям, призывают задуматься о правильности выбора. Как же это можно расценивать как невмешательство во внутренние дела?